Вы знаете, конечно, удача – это та птица, за которой мы все гонимся. К кому-то она прилетает часто, а кого-то она обходит стороной. Так вот надо задуматься, почему удача не часто гостит в вашем доме? Может быть, вы сами в этом виноваты? Я считаю себя человеком удачливым. Я не хочу сказать, что у меня нет трудностей в жизни или нет преград, которые надо преодолевать. Они есть у каждого человека, в том числе и у меня. Но удача часто посещает мой дом, мою душу. Во-первых, я живу в позитивном настрое к этому миру. И этот мир отвечает мне также позитивом. Во-вторых, если анализировать свою жизнь, то, конечно, можно найти массу таких моментов, которые говорят о том, что удача всегда посещает людей доброжелательных. Да, есть злые люди, монстры, которые могут вырвать у жизни какой-то жирный кусочек, но потом они за это расплачиваются. Поэтому лучше пусть этот кусочек удачи будет маленьким, скромным, но это та удача, которую вы получили за свою доброжелательность, за какую-то свою позитивность. Поэтому старайтесь быть более позитивными и более доброжелательными к людям. И тогда удача обязательно постучится в вашу дверь. Во-первых, еще во-вторых, конечно, это уже будет. Во-вторых, я, например, слежу за циклами Луны. Луна – это та загадочная планета, которая очень влияет на нашу жизнь. Я не могу сказать, что я как астролог разбираюсь во всех тонкостях, но тем не менее я знаю, что новолуние – это тот период, когда нужно всегда думать только позитивно, делать только положительные, совершать только положительные поступки. Можно бесконечно делать добрые дела, и тогда ответ вы получите очень вскоре. А вот на убывающую Луну, на убывающую, например, можно побольше есть, потому что убывающая Луна – она вот лишний вес и лишний килограмм, лишний аппетит, она все забирает с собой. Так что следите за циклами Луны. Ведь, допустим, даже астрологи не советуют в какие-то дни делать операции или удалять зубы, или, например, ходить к косметологу, а в другие дни они нам это рекомендуют сделать. Даже волосы можно стричь в те дни лунного календаря, когда это предписано высшими силами. И, знаете, тогда вы поймете, что в вашей жизни постепенно все налаживается, если у вас есть какие-то трудности. Ну, пусть их будет поменьше. Будьте доброжелательны и позитивны.